Вчера завершили соревнования по БУЛАМе по 0 skills, соревнования, которые проходят уже 43-й раз. К сожалению, Россия только в 3-й раз поднимает участие. В советское время мы слышали, будь плохо учиться, пойдешь в ПТУ. Илья, это ПТУшка. Таким образом убивали престиж и интерес убивали граждан к среднему профессиональному образованию. Сегодня что мы имеем? Имеем дефицит кадров, которые пытаемся на дефицит покрыть за счет иностранной рабочей силы. Молодцы наши сборные. В общекомандном зачете мы заняли первое место. У нас один золотой медаль. И вчера был передан флаг, и в 19-м году такие соревнования пойдут в Казах. Это очень хорошо, потому как молодые ребята, которые принимают участие, побеждают. Они становятся ориентиром, неким маяком для нашей подрастающей молодежи. И они повышают престиж, трудовую профессию. Вспомните, какой образ у нас возникает, когда, например, вспоминают про садек. Такой слегка трезвый, слегка побритый, с паклей, с качественным ключом. Но как пришел по вызову? Это навязано анекдотами, какими-то бытовыми историями. Но вот эти соревнования, которые прошли, показывают совершенно другой образ. Совершенно другое представление. Совершенно дают другое качество предоставляемых услуг. И то, что наша команда побеждает, и то, что наши молодые ребята из регионов показывают мастерство, это, конечно, большой успех. И тем самым мы должны стимулировать развитие нашего среднеспециального образования и говорить о том, что любые профессии важны, нужны сегодня. Особенно во время, когда серьезный кадровый голод. Кроме этого, хотел бы обратить внимание, что сегодня вступает в силу новый регламент, который регулирует деятельность ГАИ. Много уже дискуссий относительно того, хорошо, плохо, некоторые моменты этого регламента. Какие-то идут вольные интерпретации, отделим позиции. Некоторые моменты, которые заслуживают особого внимания, например, возможности сотрудников ГАИ делать так называемые засады для того, чтобы ловить нарушителей. Но если мы обратимся к ситуации, которая была доступна в силу регламента, когда сотрудники полиции устраивали рейды и вне стационарных постов они останавливали автомобили. Даже на вопрос водителя о причине остановки на Зарите сотрудник полиции мог всегда сказать, что проводится определенный рейд или у нас есть ориентировка, вы попадаете по каким-то признакам. Поэтому и раньше это было. И, конечно, может быть, злоупотребления, они и сохранятся. Но в целом, я полагаю, что ситуация в этом плане сильно не изменится. Одновременно с этим много дискуссий относительно возможности кода видеофиксации разговора с сотрудниками ГАИ. Да, в нормативном правом акте произошли определенные изменения, связанные с этим вопросом. Но одновременно с этим сохраняется новый закон о полиции, сохраняются конституционные права граждан. И в избежание каких-то вольных трактовых интерпретаций, несмотря на то, что представители ГАИ России и так уже делали публичное заявление в прессе, мы от ЛДПР сделали официальный запрос в ГАИ России, в МВД России, для того, чтобы получить ответ, ввести его до широкой публики, до средств массовой информации, с тем, чтобы каждый наш автолюбитель мог ответ на наш запрос относительно возможности фото-видеофиксации скачать и иметь с собой в бардачке. Мы всегда рекомендуем возить с собой административный кодекс и правила дорожного движения. Эти документы существенно облегчают введение диалога между водителем и сотрудником ГАИ, потому что очень часто пользуются юридической неосведомленностью, юридической какой-то там неграмотностью, вводят в заблуждение, подменяют одни административные статьи другими в случае того или иного правонарушения. Ну, еще один момент, на который хотел бы обратить внимание, это выдвижение, возможное выдвижение, значит, просто заявление пока о том, что Собчак будет участвовать кандидатом в президент. Ну, пока это только лишь заявление. Для этого еще надо найти партию, которая выдвинет, собрать еще подписи, которые позволят ей зарегистрироваться. Почему-то уже идут разговоры, как о состоявшемся факте. А все уверены в том, что так и будет. Или это пока прощупка общественного мнения, анализ реакции Запада, наша либеральная общественность, вообще анализ, как реагируют граждане, которые аполитичны или не хотели бы идти на выборы. Поэтому, ну, очевидно, что кандидат, конечно, не самостоятельный, без серьезной административной поддержки такое количество подписей собрать будет невозможно. Но одновременно с этим надо иметь в виду, что если такой факт состоится, и она будет участвовать, определенный какой-то тракт, конечно, к избирателю компании будет добавлен. Но что мы получим в результате? И какие выводы? И какие оценки? Ну, это можно только будет, наверное, уже по итогам говорить глобально. Пока же лидеры парламентских фракций оппозиционных уже оценили даже самую вероятность участия. Об этом мы слышим. Спасибо.